А сейчас мы пойдем с вами в подземелье. Мы его восстановили. Ну как восстановили? Открыли. Когда мы сюда приехали, здесь был именно в этом месте скотомогильник. Это было отвратительно. Сначала убирали мусор, а потом там внутри было строительным мусором заброшенный полузакрытый какой-то там ход. И вот мы его когда-то зимой, там же температура около нуля все время держится, здесь лежал снег. А мы зимой потихонечку вдвоем с мужем, потихонечку ведрами вынесли. И вот на эту кучу все мусор этот повыносили строительный. И сейчас мы спустимся и посмотрите, какое помещение там открылось. Предназначение этого помещения сейчас используется как погреб. Что было тогда, когда он строился, понятия не имею. Я там на месте вам уже предположение одно расскажу. Вот это древние ступеньки. Чуть-чуть они реставрированы. Вот, внизу они были совсем разрушены, там уже не было ступенек, лежал дальше мусор. И внизу это новые ступенечки. Это уже делал Радгар, когда здесь поселился. Потому что он это помещение использует как погреб. Здесь хранилась картошка всю зиму. Ну, здесь прохладно, здесь около нуля. Летом плюс пять, зимой ноль здесь. Ну, можно сказать, все время плюс пять. Так, ну вот, вот мы пришли сюда. И вот вы видите, такой сводчатый потолок. Вот это крюк. Вот он крюк. Видите, кованый крюк. Старый, кованый. И он еще один там есть. На нем висит тоже старая лампа. Видите, керосиновая. Здесь влага, потому что на улице очень жарко. Здесь конденсат есть такой. Вот. И вот здесь интересно смотреть на пол. Пол выложим кирпичами на ребро. И сделаем как паркет. Видите, елочка. То есть совершенно необычная штука. Я такого раньше никогда не видела. И все удивляются, как здесь пол сделан. Вот. Ну, вот эта стеночка. Там уже дом. Вот эта стена дома. А вот это воздуховод. Один. Тоже. Вот просто воздуховод. То есть то ли вентиляция, то ли какой-то воздуховод. Неизвестно. Вот. Вот мы посмотрим. И вот еще один крюк. И вот еще один воздуховод. Вот еще один воздуховод. То есть очевидная вентиляция. Вот. А вот здесь предположительно, но никто не проверял. Толком непонятно. Но предположительно вот за этой стеной есть еще полость. Какие-то там тоже пустоты. Ну, не знаю, они не открыты. А вот эта новая кладка, да, я так понял? Мы ее вот открыли, как она есть. Кто ее закладывал, когда закладывали. Ну, вроде бы, как она не такая древняя, как... Ну, кирпич тот же вот необожженный, он сыпется. А вот эта вот не такая аккуратная, как там, где дом. Бог его знает, когда закладывали. Вот она разная, видите, здесь такая, здесь такая. То есть что тут было? Ну, это одна из загадок, мы не знаем. Пока никто еще не открывал, не рыл землю дальше. А вот выход очень интересный. Выход интересный. Смотрите, вот кирпичики как вот сделаны, да. Кажется, вот руку полыжешь сюда, и какая-то дверь потаенная откроется. И посмотрите, вот вообще, как он выполнен. И вот при масштабах здания достаточно узкая. Вот смотрите, я стану, вот видите, вот я уже не высокого роста. А вот она сразу потолок, да. То есть очень узкая дверь. Почему нагибаться? И вообще она сделана вот как притирающаяся пробка. То есть такое впечатление, что находишься в средневековом замке. То есть когда этот дом строился так, никто однозначного ответа пока и не дал. Несмотря на то, что допусков много и разговоров много на эту тему. Ну вот такое вот подвальное помещение. Видите, как красиво все сделано. И как сложно. И как все сложно. И как вот он не течет. Вот здесь сухо. Ну вот такое вот подвальное помещение. Мы потом посмотрим еще два подвала. Вот открытых. Ну вот здесь вот так вот. Холодно. 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 Вот, зато там на улице тепло, а здесь можно отдохнуть. Вот, смотрите, это западная стена здания. Это северная. И вот угловой подвал, и мы в него сейчас спустимся. Здесь аккуратно-аккуратно идти надо. Прошел дождик, ступеньки скользкие. Пожалуйста, будьте осторожны. Вот, дикий виноград. Он зарастает. Осенью еще красивее все это. Периодически убираем, чтобы не разрушали корни здания. Ну вот так он, конечно, очень красиво здесь все растет. А на самом деле, кстати, виноград называется девичьим. Я вот раньше не знала. Оказывается, этот виноград имеет официальное название девичьим. Ну вот, смотрите, еще один подвал. Тоже очень интересно. Как видите, углы здесь выгрызали. Те, кто вандалы, разрушал здания. Все им казалось, что где-то в углах спрятаны какие-то драгоценности. Никто здесь никогда ничего не находил. Слухами полнится и легендами всякими. Но это легенды. Так, чтобы кто-то точно сказал, что это есть. Точно такого не говорил. Все легенды. Это странное помещение. То есть, видите, вот оно. То есть, можно здесь ходить только согнувшись. И там тупик. То есть, что это, пожалуйста, ваши версии придумывайте. Вот, что это такое. А здесь вот как раз то место, где обвалился, ну, над нами дом. Здесь обвалился свод. Это то место, где котельная, когда школа была здесь, котельную ставили и рушили. Ну, вот результат жизнедеятельности школы. Это один из затопительных подвалов системы гиппокауста. Здесь тоже стояла печь. И по воздуховодам часть здания отсюда питалась горячим воздухом. Вот такой подвал. В следующем подвале у нас сделана мастерская. Сейчас мы попросим Радгу придержать нашего охранника вечного. И спустимся туда, где в мастерскую, где стоит немножко оборудования для работы с деревом. Ну, вот. Сейчас мы с вами спустимся в подвал, где у нас мастерская. И именно это место охраняет вечный. Вот здесь мы для него делаем вольер. Здесь будет еще дверь. Вот такая же, как сделаны вот эти окна. Вот это делал Радга в прошлом году. Сейчас дверь делается. Еще не поставили. Вот это из акации, которая здесь растет. Вот такие вот, видите, красивые у нас окна. То есть это вольер для вечного. И он же охраняет мастерскую. Вот это двери тоже, дубовые двери тоже Радга сам делает. И вот мы спускаемся с вами в подвал. Вот, а вот это самая первая дверь. Вот вы увидите, вот видите, она была первая, мы помещение это первым закрыли. И вот усадьба Рамадан там была открыта. Вот мы сейчас заходим с вами в подвал. Ну вот, попадаем в такое помещение. Сейчас у нас тут много всякого разного. Вот столярные изделия лежат на полу, делаются. Все это делается. И вот такое вот помещение. Аккуратно проходите. Мы сейчас зайдем. Ну, увидим, что здесь есть. Вот такие вот окна. То есть весь этот подвал тоже мы освобождали от всяких разных мусора, строительного, еще чего-то. Вот, сейчас вот эти два окошка прикрыты, сделан сквознячок, чтобы здесь вентиляция была. Ну и можно посмотреть и старый кирпич, и свод, как выполнен. И вот именно этот подвал, он большой, очень здесь стояла печь, нагревалась. И под этим воздуховодом воздух шел вот в те самые керамические трубы, которые вы видите, и отапливалась далее. То есть это вот то сердце, система гиппокауса, где, собственно, и творилось тепло. Вот. Ну, вот такое у нас, видите, здесь... Сейчас здесь опустили холодильничек, потому что здесь прохладно, здесь очень уютно. На улице плюс 30, а здесь, ну, здесь плюс 10, плюс 15 максимум бывает летом. Ну, вот такое. Значит, что вот сейчас видно. Вот эта арочка, которая сделана, это мы ее укрепили. То есть там старая арка, вон она более широкая. Вот так сейчас, как сейчас проход, это новая кладочка, укрепили подвал этот. И над нами помещение складское. И вот в той второй части жилая комната, в которой мы с вами уже ходили. Вот. А здесь вот интересно, ну, если внимательно посмотреть вот эти проемы, да, вот, вот такие вот, это ж явно для, ну, для чего? Для факела, да, или как, для свечи, да, вот это ж все вот с тех времен здания. Вот и думайте, когда она была построена, для чего она была построена, для каких целей. Вот. Вот, там стоит печечка, это новая печечка, просто здесь родка зимовала одну зиму, прямо здесь вот там подвале, и сложена печечка, чтобы можно было как-то отапливаться. Вот. Ну, сейчас уже условия, конечно, гораздо лучше. Вот. Вот, видите, свод подвала, и вот заложенная тогда же вот такое вот сводчатое, ну, как люк, да? И вот очень долго не могли понять, что это такое. Ну, вот оставлю загадку, потом расскажу, может быть, поймете. То есть, зачем здесь было окно вверху свода, и почему его заложили? Вот так. Сюда мы туристов не водим, никого не водим. Сейчас убрали собаку, потому что сюда охраняет вход собака со всех сторон, здесь подойти невозможно. Собака охраняет и жилую комнату, и сюда. Но в жилую комнату можно попасть с другого входа, сюда нельзя. То есть, это место охраняется вечным. Нашего охранника зовут Вечный, поэтому лучше сюда не соваться. Вот.